Привет-привет, с вами Алена. Сегодня выполним полный педикюр без каких-либо аномалий, но советую досмотреть до конца, потому что ножки не простые, не какие-то прям суперсложные, но действительно не простые. У нас тут был анихолизис, они были отдавлены обувью, и вот наконец-то ногти отросли, и клиентка просит что-нибудь ей покрыть, потому что хочется красоты. Начнем с того, что отодвинем кутикулу и перейдем к обработке. Я возьму безопасную фрезу для того, чтобы поднять кутикулу и немножечко зачистить птериги. Такой фрезой будет очень удобно, кстати, прочищать боковые пазухи, чтобы не перепилить стенку. Дальше перехожу к фрезе педикюрной капли. У меня сегодня с красной насечкой, ножки чуть влажноватые, мы до этого присыпали их тальком, поэтому работать будем именно красной насечкой. Дальше убираем длину, ну как сказать, убираем. То, что есть, примерно подравниваем, потому что она заблаговременно подстригла себе ногти. Ну а дальше в помощь нам немножко кусачек, подбираем заусенчики, срезаем кутикулу, но не глубоко и не сильно, это все-таки педикюр. Я вообще против супер каких-то вот глубоких таких манипуляций и карманов именно на ногах. Дальше протестирую фрезу с черной насечкой, по-моему, она называется груша, и такой фрезы я раньше никогда не видела, а вот здесь она мне досталась, попалась, дали на тест, и я вот ее сейчас пробую. В общем, такой фрезулькой очень хорошо убрать всякие грубые участки, посверлить сухие мозольки, почему бы и нет. Ну, в общем, это та часть педикюра, которая у меня выполняется по-сухому. Дальше мы выполним покрытие, у нас будет тонкий слой базы и просто топ с эффектом. И пока я заканчиваю делать покрытие, я бы хотела вам рассказать, что сегодня нас ждет небольшой обзор на продукцию популярной марки. Я думаю, каждый из вас ее слышал и видел, это Аравия. На этой марке мой салон работает, наверное, с самого начала, она на рынке я даже не знаю, сколько лет, и что-то странное я никогда ее не обозревала. В общем, настал тот самый момент. У них есть масла, которые мы тоже достаточно часто используем в работе. Это уходовое масло, которое наносится на кутикулы, на пальчики, как на руки, так и на ноги. Очень важно, кстати, сделать клиенту массаж. Это сильно повышает лояльность клиента по отношению к мастеру или к салону. Ну а дальше переходим к самому вкусненькому. У нас тут будут пяточки. Пяточки давно не были на педикюре, что-то где-то загрубело, чуть-чуть подсохло, ну и, конечно, туфельки дают от себе знать. Здесь мы будем использовать жидкий педикюр, так называемый. Ну, по сути, это такая приятненькая пенка, она с мочевиной, очень хорошо размягчает кожу и, главное, быстро. Время экспозиции, ну, буквально 3-5 минут. При необходимости можно нанести ее под пленочку. Работать с пенкой мы очень любим, мы достаточно часто используем подобные продукты у себя в салоне, да и клиентам нравится. Это как-то выглядит очень воздушно. Аромат приятный, ненавязчивый. Ну и, кстати, все, наверное, знают, да, что ценник у Аравии более чем адекватный, то есть это не какие-то заоблачные деньги, это вполне нормальная салонная профессиональная косметика. В общем, тут я завернула под пленку. За пленку, ребята, сорян, ну, я не знаю, она закончилась у нас в этот момент, когда я решила снимать ролик, но нашли другую. В общем, смысл ясен, да, завернули, подержали и дальше переходим к обработке. Как вы видите, у нас тут есть несколько достаточно серьезных натоптышей и, ребят, с вас прям точно лайк, потому что снимать обработку стоп это то еще удовольствие. Мне пришлось положить клиента прямо на живот и также я попросила Антона, чтобы он снимал все это с руки, потому что показать, как именно работает, очень-очень тяжело. Из особенностей этой пенки я могу вам сказать очень интересное наблюдение. Она местами работает, как пилинг-скатка, то есть, ну, понятно, что мы самые твердые места сейчас попилим под диском, либо можно взять колпачок или даже, кстати говоря, терку, которая вот у этого продукта есть прямо в комплекте. Ну и еще я заметила одну вещь. Когда начинаешь проходиться руками по остальным частям стопы, оно все скатывается вот именно как пилинг-скатка, которая бывает для лица. Вот обратите внимание, видите, очень интересная штука. То есть тут вся кожа уйдет вот примерно таким образом. Но я потом еще, конечно, прошлась и шлифанул, так скажем, для закрепления результата, но это мне показалось очень-очень интересным. Вот такие катышки у нас собрались. И что хочу сказать по поводу обработки стоп? Всегда ли нужен кератолик или какое-то размягчающее средство? Безусловно, не всегда. Если клиент приходит с нулячими хорошими пятками, то зачем, собственно говоря, использовать доп-средство? Но если у вас есть сложности, там, натоптыши, сухие пяточки, еще какие-то неприятные моменты, то, конечно, нужно использовать специальную косметику, как в моем случае. Вот, например, я взяла Аравию, для того, чтобы просто работа пошла быстрее и была более комфортной для клиента. Как видите, все спилилось в меру, и кожа должна была остаться. Ни в коем случае нельзя срабатывать на все 100%, иначе человек не сможет ходить. И, конечно же, завершаем процедуру увлажняющим или регенерирующим кремом. В общем, тем, что подходит клиенту. У них, кстати, еще есть отрещины очень хорошие крема с такой фиолетовой этикеткой. Мы тоже их частенько используем. И вообще, кстати, давайте поговорим по поводу доп-продаж. В салоне предусмотрены доп-продажи. Несмотря на то, что эту косметику можно купить просто там на Валбрис, еще где-то. Я, кстати, ссылочку оставлю в описании. Также я хочу сказать, что очень здорово будет, если у вас в кабинете или в салоне такой продукт будет продаваться дополнительно. Там в холодное время мы часто продаем набор парафин плюс крем. А, допустим, летом обязательно это уход и для пяточек. Масло для кутикулы это вообще круглый год продается прекрасно, потому что, как бы это банально не звучало, люди в большинстве случаев не знают, или не помнят, или не считают нужным наносить масло на кожу. А это действительно очень нужно. Поэтому увлажнение наше все. А еще также снова акцент делаю на уходе за клиентом. Сделать вот такой простой несложный массаж. Занимает буквально пару минут, а она у вас там просто кайфанет, и ее сердечко будет навсегда вашим. Поэтому не жалейте эти пару минуточек для повышения лояльности клиента. Ну а на этом у меня все, и напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам мой обзорчик, и пробовали вы Аравия. Ну, вы должны были попробовать, это супер популярная косметика. Я вас жду.